Ни в коем случае я не сторонник этих тюремных законов, и было бы хорошо, если бы там в тюрьме можно было бы им не следовать, и там не было бы, были бы там те, кто лучше. Объясняю свою позицию, остаток секунда хаджи, ты говорил, что планируешь отдельный выпуск о подобных ему личностях, это еще в силе. Зачем нам российский закон? В Тагистане братья сажают строго по российскому закону. Мне кажется, если даже Копыров какую-то грязь остановил, как алкоголь или таких атеистов, это лучше, чем ее оставлять. Зачем нам российский закон? Здесь с тобой не согласиться невозможно, он нам ни к чему, но мы его уже имеем. Это подобно, знаешь, как человека посадили в тюрьму, и зачем ему воровские законы, тюремные вот эти законы, они не нужны, никто их не любит. Но оказавшись там, ты хочешь или не хочешь, ты будешь следовать этим законам, тюремным, воровским, как хотите их назовите. Но это те законы, которые действуют внутри этой колонии, и если ты не будешь соответствовать им, подстраиваться под них, то твоя жизнь будет очень осложнена, как говорится. Так что говорить, зачем нам российские законы, это неправильно. Они нам ни к чему, мы их не любим, мы их не звали, мы их сами не принимали, но они сегодня, мы их имеем, их нам навязали. И вопрос в том, следовать им или нет, тот, кто эти законы нам навязал, он должен им следовать, он обязан им следовать. Если он не будет им этим законам следовать, то сегодня, как ты говоришь, он вопреки этим законам накажет каких-то людей, которые тебе не симпатичны, но завтра он накажет десятерых тебе симпатичных, в том числе и тебя, тоже вопреки этим законам. Это беспредел. Что говорит ислам? Ислам говорит, что даже плохой закон, это лучше, чем отсутствие какого-либо закона. Понимаете? То есть анархия, беззаконие, это худшее, что может быть. Среди двух зол, как бы, плохие законы и беззаконие, выбирается шариат, ислам выбирает плохой закон. Потому что здесь ты можешь хотя бы как-то себя обезопасить, следуя этим правилам, не нарушая их, ты себя можешь обезопасить. Но при условии, что эти правила, эти законы соблюдаются теми, кто является их гарантом. То есть те, кто призваны защищать эти законы и заставлять нас следовать этим законам, они сами должны им следовать. Если они не будут им следовать, то это отсутствие закона, это беззаконие. А беззаконие это хуже, чем плохой закон. Поняли, да? Теперь мы вернемся к аналогии, допустим, тюремной. Ни в коем случае я не сторонник этих тюремных законов. И было бы хорошо, если бы там в тюрьме можно было бы им не следовать, или там не было бы, были бы там те, кто делал, что лучше. И мы понимаем, что эти законы тюремные, они страшно несправедливы и неприемлемы для мусульманина во многом. Там, допустим, такие вещи, как там подал воду и все, ты какую-то низшую касту там опускаешься, да? Тебе сказали принести воду, ты ее принес, и тебя, ну ты все, ты не можешь там с ними за одним столом пить чай и так далее. И это неправильно, это противоречит вообще любым человеческим нормам. Но если ты пойдешь вопреки этим законам, допустим, ты не будешь им следовать, то твоя жизнь очень сильно осложнится. Если ты скажешь, а я это не соблюдаю, я буду носить воду, если меня попросят. То есть, хорошо, ты понесешь воду, и тебя переведут в эту низшую касту, ты после этого там какой-то опущенный, твоя жизнь, она усложнилась, понимаете? Поэтому хочешь не хочешь, ты там как бы им следуешь. И вот очень важно, чтобы те, кто эти законы тебе насаждает, чтобы они им следовали. Конкретно по каким-то там сейчас отдельным случаям я ничего говорить не могу, так как не в курсе, не знаю. Но общая картина, она такова. Те, кто насаждают законы, они в первую очередь должны им следовать. И это обезопасивает нас, это безопасность для нас. Ибн Таймия говорил, что если кто-то оказался наместником в стране кафиров, то если у него была возможность совершить благо, и он сделал то, и он сделал то, он поступил правильно, он не призывал соблюдать закон куфра. И абсолютно мы, я в своих высказываниях не противоречу тому, что говорил Ибн Таймия, да вам миловать его Аллах. Как можно противоречить этому? Конечно, мы скажем то же самое любому, будь то кадрировали, кто бы он не был, если у него есть возможность сделать благо, он должен сделать благо. В этом нет сомнений. Однако, мы скажем так же, что те люди, которые пришли к нам с законами России, для того, чтобы навязать их нам, в первую очередь сами должны следовать этим законам. И Ибн Таймия не говорил никогда, что отсутствие законов является благом, чем плохие законы. Он никогда этого не говорил. Это как бы основа исламе, что беззаконие это наихудшее из всего, что возможно. То есть, плохой закон, он лучше, чем абсолютное беззаконие. Поэтому я говорю, я требую от кадрирова следовать тем законам, которые он нам навязал. Но при этом, я ни в коем случае не говорю, что кадриров не должен делать какое-то благо, если у него есть на это возможность. Пусть делает благо. Призываешь ли ты тогда кадрирова позволить продавать алкоголь? Это дозволено по русскому закону. Я не призываю кадрирова позволять продавать алкоголь. Я призываю кадрирова следовать российским законам, которые он нам насаждает. Я даже не то, чтобы призываю, я требую это от него, чтобы он следовал российским законам. Три бумаги от командования вермахта. Бро, если будешь главой Ичкерии, заключим союз между Германией и Чарой. Вы нам газ, топливо, мы вам технику, новую оборудование, военную поддержку, поставим пару заводов ЧАЭР. Все, договорились? Ты не против, если мы то, что ты сейчас написал, подпишем это сразу же в качестве договора? Я бы хотел просто в своей предвыборной программе, когда я буду себя объявлять президентом Чеченской республики Ичтерия, Чечении, я скажу, что в список моих заслуг также входит договор с представителями Германии, что мы заключили союз военно-политический, экономический. И я договорился поставлять им топливо, а они, значит, нам оборудование и все необходимое. Вот здесь многие же козыряют такими вещами, типа, что они с кем-то что-то подписывают и говорят, что это вот их достижение. Я тоже тогда могу это в свою копилку отнести. Салам алейкум. Ты считаешь военнослужащими мусульманами, по мнению Кастексова, они не мусульман. Алейкум асалам. Конечно, я из-за того, что человек является военнослужащим, я не выведу его из ислама, пока не будет понятна конкретно ситуация или положение непосредственно этого человека. То есть, в целом, сказать, что там служить недозволено и служба в этой, допустим, российской армии является актом неверия, это правильные слова. Но говорить конкретно про каких-то людей, про конкретного человека, что он теперь стал неверующим, нельзя. Это уже индивидуальный таквир. И вот этот вот индивидуальный таквир, он требует изучения. Мы должны посмотреть положение этого человека, не является ли он принужденным, добровольно он находится в этой армии или нет. Если он добровольно туда пошел, разъяснено ли ему положение всего этого. То есть, здесь уже мы подойдем конкретно к этому человеку или группе лиц. Но в целом, сказать, что служба там является актом неверия, это правильные слова. Шома. Салам алейкум, Тумсо. Всегда ли ты был таким религиозным? Если нет, то расскажи, пожалуйста, какой момент в твоей жизни подтолкнул к этому? Интересно было бы услышать. Нет, конечно, я не всегда был таким религиозным. В моей жизни были разные периоды, некоторыми из них я совсем не горжусь. Что подтолкнуло? Ну, в какой-то момент ты как-то начинаешь изучать, что-то понимать. Чем больше ты изучаешь, тем больше ты исправляешь какие-то свои заблуждения. То, к чему ты раньше относился, ты знал, допустим, что это неправильно, это запретно, но ты как-то легко к этому, допустим, относился. Но изучив тему, поняв, что это великая для тебя проблема, за это тебя очень серьезно будут наказывать, ты от этого отказываешься, потихоньку-потихоньку ты выравниваешь как-то свое положение, более-менее его выравниваешь. Это не значит, что оно у меня прям выровнялось. Проблем полно и сейчас. Я думаю, что именно знания являются двигателем к исправлению. Чем больше ты набираешься знания, тем сильнее ты исправляешь свое положение. Да, это в силе. Я сейчас потихоньку уже думаю о том, чтобы перейти на такой видеоряд, когда я буду именно про какие-то личности рассказывать. В общем, все пока в планах. Такой план имеется. Субтитры создавал DimaTorzok